На результаты переговоров между госсекретарём США и главой МИДа России по вопросу химоружия в Сирии мир отреагировал по-разному. В Евросоюзе решение поприветствовали. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтри Нештон выразила надежду, что соглашение откроет путь для политического решения вопроса. Поддержала договорённость и канцлер Германии. «Это хорошие новости для всех нас. Европейский Союз поддерживал политический процесс, поэтому я очень рада увидеть немного надежды». Напомним, в субботу госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Женеве. Они договорились о том, что международное сообщество быстро установит контроль за химоружием в Сирии, а также вывезет или уничтожит его к середине 2014 года. Кроме этого, стороны договорились отказаться от поддержки плана военного вторжения. Между тем, президент США Барак Обама поприветствовал договорённость, однако отметил, что если дипломатия не достигнет успеха, то он по-прежнему оставляет за собой право вмешаться в сирийский конфликт без соответствующего одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Недовольными решением остались некоторые республиканцы в Конгрессе, включая сенатора от Аризоны Джона Маккейна. Он сказал, что такой договор даст сирийскому президенту Башару Алясаду возможность тянуть время и продолжать убивать мирное население своей страны. Помимо этого, сирийская оппозиция, в частности, свободная сирийская армия, заявила, что не поддерживает договор и будет продолжать военное сопротивление до полного падения режима Асада.